привет всем с вами канал the big lady of the small house и сегодня у меня маленькая радостная новость прошлом году я в качестве эксперимента кинула в огород такую мою лесную зону пару луковок страйп гарден у меня оставались лишние горшков не было сажать было некуда сейчас пока тут пропалываю обнаружила вот такую вот прелесть как минимум три луковки пережили зиму естественно тут трипсы на днях буду травить тут тоже полью факт остался фактом гиппо пережили детки пережили нашу зиму минус шесть один день было даже не один день я несколько дней держалась пруд у меня замерз здесь в лесной зоне здесь была мульча из листьев это на сантиметр листья наш пинкертон бродит что-то жует и вот они красавцы так что моя мечта клумбе из гипиастрому сбывается это страйп гарден так что будет весело на следующий год этот год думаю луковицы будут наедаться потому что были крохотные детки роде успокойся да тут у меня лесной уголочек 7 лет назад здесь была пустыня буквально в прямом смысле земля была вот такая вот как вот тут 7 лет назад я начала закапывать сюда все отходы пищевые в качестве компоста я посадила крохотный вязек который вырос у меня в горшке и семечко ветром нанесло сейчас вот такой вот роскошный вяз стоит придется в этом году наверно ему эту ветку обрезать слишком близко уже к дому подходит тут уже растут розы и из и традисканцы тоже вот выжила и несла мороза и цветет красотища лилии и рис и пиончик пошел тут у меня лилейники что-то не нравится тут алиому не понравилось тут что-то сохнет внутри еще хорошие надо будет выкопать посмотреть да вот так вот здесь создались идеальные условия как в природе то есть это полутень достаточно света не выжигающее солнце меру влаги и вот так вот в природе они растут гипиаструмы на полянках тени деревьев не не сильное солнце но достаточное а еще у меня собираются цвести гранат уже пошли бутончики везде вот такая прелесть грибов нет хотя их усиленно сюда засаживаю зато здесь у меня как сорняк растут яблоки ну что я говорю здесь у нас яма сейчас даже уже агресские яблоки даю просто так и они все прорастают так что я пропалываю и кто-то пропалывает сорняки а кто-то яблони яблони тутовник гранат это все у меня идет сейчас как сорняк место мало и сажать дички не имеет смысла так а вот этого товарища я нет это фиалка я уже испугалась в сторонник недавно здесь выкопала огромную кучу выбросила лесная фиалка тут еще она ли это яблони уже растет и загрызка вылезла ночная красавица тоже у меня идет как сорняк слишком много прошлом году она задушила все пики-то пингертончик наш сначала он был просто череп а потом его мастера покрасили розовой краской случайной поэтому стал мистер пинки сейчас подрос поэтому пингертон ходит удобряет здесь участок нем вот вязик тоже пропалываю скорее всего это корневая отводка я придется спиливать вот так а дальше идет пустыня если я сейчас пропалю вот это все здесь будет уже выступать соль но здесь уже вполне такая хорошая лесная зона получилась здесь даже сорняки плохо растут уже почве недостаточно для них подходящая слишком кислые и здесь сорняки уже практически не растут они здесь душатся мульчой из листьев так что на следующий год деревянные обеспечат это глядичья тоже дочка сажала иди 4 колючковая на следующий год они обеспечат больше листьев как видите ареал распространяется все больше и больше с каждым годом листьев становится больше они залетают все дальше остаются возле стен и надеюсь что лет так через пять лишний засох ладно знает что и не понравилось на шпанка засох ладно в этом месте вообще ничего не растет сколько не сажала именно в этом месте все гибнет хотя и полив и все есть вот тут и тут тоже засохла тальбицы должна была быть ох ты живу я уже собирался выкапывать у нас нажил думал загин загнулся после морозов это глава я ее посадила в январе корень вяза его наверное на следующий год просто вырублю посажу у нас за пределами поселка есть такая речка вонючка арык там всегда вода даже летом можно будет посадить чтобы там рос а здесь я еще не полола надо быть осторожным с минами собачьими и черепашьими и вот на днях был дождь пыльцу уже сбила можно начать прополки хромкой чем-то на здесь тоже пропалю высажу туда все новые цветы система полива работает так что должно быть все хорошо начать свести там гладиолусы пошли здесь я посадила лилейники гладиолуса тоже должны скоро пойти в рост вот такая прелесть ты тоже пошел была очень расстроена потому что все-таки деревья не дешевые так потерять сразу две штуки было немножко жестоко ирисы цветут вот это должно спуститься либо сегодня либо завтра жду с нетерпением где-то там тоже один собирается цвести ирисов у меня много я в какой-то момент около 100 штук здесь высадила что-то пыталась свести руди сбил лилейники и лилии это оливы мои любимые тоже надо будет попозже их привести форму обрезать лишние нижние ветви потому что снизу невозможно собирать урожай урожай тут хороший и самое главное продукт цветет кала это ее второй цветок за год первый был у нее в январе зрел долго а эти вот два красавца выскочили очень быстро там еще один зреет похоже либо листочек либо еще цветок вот такая красотища прелесть моя канна проснулась здесь у нас пока еще никто не собирается цвести лилии немфея пока они только проснулись дом где-то через месяц появятся цветоносы если их вот эти вот паразиты не съедят а тут у меня уже детский сад на выгуле пока поставила тут потом будет сделаем тепличку от ветра и переставлю на северную сторону там солнце меньше не так сильно жарит а в теплице все стандартно коробка которую мне надо высадить за два дня розы цветут ветром побила оборвала подвески подвязки такая красотища это у меня эльф тоже уже постарались либо ветром обтерла либо уже бронзовки поели этом году что-то очень много мучнистой росы все розы больные но у нас кто-то там тоже цветет невозможно понять этикетка потеряно естественно уже сорняк одну неделю не не полишь уже сразу вылезает куча это у нас местная травка она съедобная очень вкусная ароматная запах потрясающий чем-то напоминает немножко кинзу и мяту с анисом кервелька по моему это называется на русском языке здесь у меня лилия из ландыш цветет ну сколько лет он здесь сидит раньше он не приживался сейчас тоже 3 пошла от водочка 3 пошла даже больше 1 кустик 2 кустик 345 так что на следующий год здесь у меня будет полянка из ландышей наконец она прижилась этот розочки этот цветет глория ды и это у меня по-моему абракадабра тоже собирается цвести кто-то из фиолетовых это мане тоже надо их сегодня будет полить топазом надеюсь вечером не будет ветра полью топазом это я тоже не помню кто весной вот такие роскошные розы она литого рождается полностью в обычный шиповник ну к осени опять появляется махровость абрам дерби красавец это я уже не помню кто надо куда-то лезть туда страшно но потрясающая роза и пахнет пахнет невероятно пахнет тут у нас по идее должна быть импресс фарах императрица фарах азербайджанка кстати дроза была названа в честь императрицы ирана она была азербайджанкой кажется из пригорода баку и кто то сейчас посмотрим кто это августа луиза это августа луиза тоже огромные тяжелые цветы невероятно красивая на этом на сегодня обзор цветущего завершён а вот тут еще кто-то без бирки так этот без бирки а вот этот у нас еще я не полола не убирала это у нас рафл рафл квейн пока не цветет тут роза роса роса мочнистая все все подъедает не успеваешь обрабатывать так что сегодня буду поливать их топазом лечить моих красоток сиренец первый раз процвета закончила цветение жду от нее от водок с перис посадить другом месте это остается тут но хочется еще в другом месте где-нибудь где не знаю но придумаю куда посадить такая красота а это роза очень красивая она двухцветная темная фуксии светлые розовые полоски на ней извините вот так и тут тоже кто-то тоже без бирки и тоже весь в россии все сегодня все пока